Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 11 апреля, четверг и в эфире Рест Новости. Как всегда, самая горячая, полезная и актуальная информация со всей Турцией специально для вас. И сегодня расскажем о президентском велотуре, ценах на такси, туристических рекордах, новом объекте, конечно же, и многом другом интересном и полезном. Так что подключайтесь, а если вдруг будут какие-то вопросы, то пишите в комментарии под видео, на них уже позже ответит модератор. Мы начинаем со спортивных новостей. Слово у Елены. В Турции 16 апреля стартует международный президентский велотур. Тур 2019. В этом году велотур будет юбилейным. Проводится он уже в 55-й раз и пройдет по маршруту велотура 1963 года. В велотуре шесть этапов. Всего велосипедистам предстоит почти тысячу километров. В этом году велотур пройдет по территории турецких провинций, которые находятся на берегу Мраморного моря. О, красотища там, наверное, целые тысячи километров ехать по живописным местам. Поэтому есть шесть этапов. На каждом этапе можно остановиться и пофотографироваться. Шутка, конечно же. Перехожу на четвертое место и новости экономики. Уже в ближайшие годы Турция станет торговым и логистическим хабом региона. Об этом заявил министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак. Сейчас в стране разработана новая экономическая программа, которая подразумевает множество структурных реформ. Часть из них будет реализована уже в этом году. Так что нам осталось совсем чуть-чуть подождать и мы уже увидим результаты. На третьем месте культура. В Турции будет отреставрирован античный театр, который находится на территории древнего города Стратоникии в провинции Мугла. Построен театр более двух тысяч лет назад и, по мнению археологов, ранее представлял собой трехэтажное сооружение. Реставрационные работы будут проводиться в несколько этапов. Стоимость проекта составляет 3 миллиона лир. Вау, 3 миллиона лир. По одному миллиону на каждый этаж. На втором месте информация для тех, кто планирует воспользоваться услугами такси, чтобы добраться из нового стамбульского аэропорта в Стамбул. По данным пресс-службы аэропорта, минимальная стоимость проезда в такси составит 70 лир. За эту цену можно доехать до Стамбульского района Гек-Турк. Дороже всего пойдется поездка в район Пен-Дик. Она составит 220 турецких лир. До района Кады-Кёй можно доехать за 180, до Аты-Шехира за 150, а вот до Таксима за 120. Причем все авто оснащены счетчиками, работающим по единой системе. Так что сверху никто не должен брать. И на первом месте Анталия. В этом году турпоток в нашу провинцию опять бьет все рекорды. На первом месте по количеству туристов Германия. За три месяца у нас отдохнуло уже более 151 тысячи граждан этой страны. На втором месте россияне. Их в Анталии с начала года побывало 137 тысяч. Я отмечу, что турпоток из России в Анталию в этом году вырос на 74%. По сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего с начала года в Анталии отдохнули представители 140 стран мира. Ого, ничего себе. Это только начало года. Так что мы... Три месяца прошло, сейчас только апрель. Так что мы догоним и перегоним все рекорды. Двухкомнатная квартира по привлекательной цене в Махмутларе под номером РЭС-7023. Нужно зайти и посмотреть, пока она не ушла. Если нет такой возможности, я кратенько расскажу, что это Алания Махмутлар. Квартира 1 плюс 1, 60 квадратных метров общая площадь. В 450 метрах от моря расположилась. Отличная, светлая, просторная квартирка. Можно сказать, свой собственный домик у моря по очень привлекательной цене. 33 тысячи евро и квартирка у вас в кармане. Так что заходите на наш сайт, смотрите объявление. А если понравилось, то мигом звоните и бронируйте ее по телефону. Плюс 90 532 450 0705. Можно в WhatsApp, в Viber или Telegram. Как вам удобнее. Самое главное, поторопитесь, а то уйдет квартирка. Рубрикой «Турция. Турист» по традиции завершаем выпуск. Сегодня речь пойдет об отдыхе, который предлагает наша страна для людей с ограниченными возможностями. К нам приезжает очень много таких туристов. В основном из европейских стран. Для людей с ограниченными возможностями у нас есть специально оборудованные пляжи. К примеру, заезжать в море можно прямо на инвалидной коляске. Кстати, такой пляж есть у нас и в Алании. Также общественные транспорты и торговые центры оборудованы специальными пандусами. А на одном из самых больших стамбульских рынков есть особые ряды для людей с ограниченными возможностями. Так что покупки они могут совершать самостоятельно. Ну и очень хорошо. Так сказать, в Турции все для людей сделано. Так что приезжайте, убедитесь сами. Посмотрите Турцию здесь, там, тут. Она везде разная и места разные, достопримечательности разные, даже погода разная. Так что Турция на любой вкус и цвет. Приезжайте, отдыхайте и не забывайте подписываться на наш канал. Если есть какие-то вопросы, писать в комментариях под видео. Делиться с друзьями и лайкать видео, если оно вам понравилось. А также, если нажмете на колокольчик, то будете получать напоминания на телефон, лэптоп или компьютер о новых видео, которые у нас вышли. Возможно, следующее видео будет для вас очень полезным. И вы его не пропустите. Всем хорошего дня. До скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока.